ЦСКА, МЧС России. Можно сказать, не московский, а город Москва у нас идет. Полностью. Вы тренер? Я главный тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту. В общем, что, спасибо сначала всей Саратовской области, что так тепло приняли нас. Прекрасные отношения, мы не первый раз здесь находимся, и поэтому нам очень хорошо здесь быть, тренироваться. Это прекрасный город, нравится. Впервые мы попали сюда 4 года назад. Я еще тренировал молодежную сборную России по пожарно-спасательному спорту. Такое же отношение, так же красиво все, так же уютно, так же прекрасно. Спасибо вам за то, за хорошие приемы и за хорошее отношение к нашему спорту. Какие у вас сейчас ближайшие планы подготовки? Вот сейчас начинается подготовка. Уже началась подготовка. Мы готовились уже с января месяца, но окончательный финальный этап решили провести здесь. Потому что здесь у нас должны быть самые ответственные в этом году соревнования. Ребята, 12 человек, это лучшие ребята, спортсмены нашей страны. Мы в них верим, верят все наши болельщики в них. Из них 10 человек будет выступать. Два человека будут запасными. Кто, пока сказать это не мог. Тренер знает, штаб наш тренерский. Так что будем смотреть. И у нас время осталось совершенно мало, до 11 числа. Еще две с половиной недели. Главное для нас, чтобы ребята именно вышли на пик 10-11 числа своих возможностей. В нашей команде есть и 20-ти кратные чемпионы мира, 15-ти, 10-ти, 5-ти кратные чемпионы. Это у нас Константин Курганский. 20-ти кратные обладатели, рекордсмены 6-ти кратные. Это Сидоренко Владимир. Это уникальный человек со своими данными, возможностями. Его тренирует и мы, и особенно его отец, тренер Владимир Сидоренко. Тоже Владимир, но отчество Аркадьевич. С представителями команды мы еще не беседовали. Какой настрой сейчас у них? Вы как главный тренер скажите. Настрой, как обычно говорят, настрой на то, чтобы выиграть. Кого главный конкурент? Это Белоруссия. Первый конкурент. Если будет сборная Украина, то сборная Украина и Чехия. Сборная Чехия. Это очень сильные ребята, особенно на 100-метровой полосе и на эстафете. А в чем мы сильны, особенно наши? У нас, конечно, как всегда, это штурмовая лестница. Как вы знаете, в том году ребята, спортсмены наши поставили рекорд, установили рекорд по эстафете, поэтому эстафеты у нас сильные. 100-метровые полоса. Мы везде сильные, но все это спорт. Самое главное, должна быть удача. Как говорится, должны родные стены помочь. А насчет Украины ничего не ясно? Ничего не ясно. Пока ждать, конечно, мы ждем, потому что для нас это соперничество еще интереснее начнется. Лучше бы приезжать наши украинские товарищи, братья, коллеги. Ну, будем ждать. Чем всегда отличается атмосфера чемпионата мира? Как бы в городе, вы были же, бывали, как бы, встречают люди? Что нам, как бы, ждать? Праздник или все-таки серьезно достаточно? Здесь будет, как любой фестиваль, как любой, ну, я не знаю, вот проводится день города, вот такие же отношения. Вот мы в Казахстане, по примеру, шли по всему городу, в Алмадам, нас все 600-700 человек, мы проходили, и люди стояли по обочинам, и нам хлопали, всем руку шлискали. Там было 18 команд, было красивое, шествие такое красивое. Вот немцы также делают, когда у них чехи, ну, и мы также. У нас очень красивый был чемпионат мира в 15-м году в Питере, в Санкт-Петербурге. Очень красивый чемпионат. И вот считаем, что здесь должно еще красивее быть, потому что такие выступления сейчас идут здесь, вот, давительные. Посмотрим. Скажем, мы приготовили там специальный форум, какие-то логотипы, какие-то, ну, какие-то символы. Нравится, вы видели уже это все? Мы еще, мы только тренируемся, мы тренируемся. А площадка наша, вот, как вы можете оценить уже? Великолепная, сделана профессионалами, уже наши спортсмены оценили, поэтому нет претензий к ней. А оборудование для вот штормовой, естественно, кому-то приводит свое? Да, все свое личное, как у любого спортсмена, там, в любом виде спорта, у кого вы, там, лыжники, там, бетлонисты, вот, то же самое, все возится с собой. А в каком режиме вы работаете с утра? С утра две тренировки. Как вот с утра и до? С утра, ну, три часа. Три часа? Да, утренние, три часа вечерние тренировки. А жара они как повлияют? Ну, лучше жарко. Лучше жарко для вас? Пар костей, я говорю, да. Холодно – это плохо, да? И дожди, да.